Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Еще до сих пор до нас не доехала Octavia A8, а уже по ней очередные новости, очередные изменения. Ну, во-первых, давайте поговорим, когда появятся у нас какие двигатели. Да, вот сейчас начали производство. Сейчас производят 1.4 TSI, как с 8-ступечным автоматом Aisin, так и с ручной коробкой передач. И скоро эти машины до нас доедут, мы их сможем купить. Следующий появится у нас 2 литра TSI с Deku 381 DSG и неудивительно, потому что у Skoda достаточно большой госзаказ на такие автомобили от ГИБДД, поэтому они появятся раньше, чем машины с двигателями 1.6. И произойдет это в марте месяце. Следующими у нас появятся двигатели 1.6 с автоматической коробкой передач. Скорее всего, это будет уже апрель, ну, может быть, конец марта. И 1.6 с ручкой, мечта наших глубоко уважаемых таксистов, это где-то, скорее всего, только июль 2021 года. И то, если коронавирус в очередной раз нам не подкинет каких-нибудь фокусов. Но, по крайней мере, пока что план такой. Всем, кто еще не успел заказать A8, но хочет, я рекомендую поспешить, потому что середина декабря нас ждут очередные изменения. Есть, конечно, и приятные среди них, а есть и совсем неприятные. И сейчас я вам о них расскажу. То есть, грубо говоря, машины, произведенные с середины декабря, там, 14-15 числа, они все будут уже немножечко отличаться. Ну, наверное, из приятного, тех, кто любит какой-то более спортивный стиль, у нас появится вот такая вот площадочка для отдыха ноги водителя. Вот сейчас ее нет, да, а, соответственно, с середины декабря начнут ставить вместе с хромированными накладками на педали, если они вообще у вас идут, конечно, в комплектации. Я вот, как видите, купил, но так и не поставил, потому что ставить ее не так-то просто. Для тех, кто хочет брать комплектацию Style Plus, рекомендую поспешить, потому что сейчас там идет в базе Коламбус, а с середины декабря в базе пойдет свинг. И что Блеро, что Коламбус, нужно будет платить деньги для того, чтобы доставить в автомобиль. И, кстати, да, появится Блеро, сейчас его нет, появится как опция для комплектации Ambition Plus и Style Plus. Кроме того, появится ваш любимый пакет Hockey Edition. Сейчас я сочетаю, что в него будет входить. К сожалению, на память мне тяжело воспроизвести. Кейси, значит, это кейси Full, то есть у нас на всех дверях будет кейси доступ безключевой. Передние датчики парковки, противотуманные фары с корнер, камера заднего вида, атмосферная подсветка салона, задние фонари High с динамическим эффектом, то есть у нас поворотники будут бегать, как в Audi. Двухспицевые кожаные мультируль с подогревом, Блеро 8 дюймов, то есть хотя бы в пакете уже идет Блеро, тонировка Sunset, наклейки и накладки на пороге Hockey Edition. Ну, это стандартно для этого пакета. Кстати говоря, многие спрашивали про бежевый салон. Бежевый салон, конечно же, будет, его можно заказать как сейчас, так и в декабре. Немножечко изменится правило заказа, но для нас с вами это вряд ли что-то означает, это уже скорее информация для менеджеров по продажам. Также в дополнение к пакету VR5 появится пакет VR6, в который войдут передние сидения с электроприводом, обогревом, памятью, а также наружные зеркала с автозатемнением и также памятью. Но те, кто хотели купить Ambition Plus, я рекомендую также поспешить, потому что там есть такой классный пакет WI-11. Сейчас в него входит Коламбус, а с середины декабря будет входить всего лишь Блеро, потому что сейчас Блеро еще нет, как только оно появится, то для Ambition Plus, конечно же, Шкоды Коламбус на Блеро заменят. Я думаю, что оно будет гораздо менее интересное, потому что все, что мы видели, вот эти все там обои рабочего стола красивенные и так далее, это все Коламбус. А Блеро, скорее всего, будет такое же, как в Кодиаке, в Рапиде, с привычным нам интерфейсом. Ну, в общем, хочется чего-то более интересного, более нового. Если есть возможность получить, то почему бы это не сделать? Еще для Ambition Plus и Active Plus уберут шторочку на центральной консоли. Все, теперь это роскошь, доступная только для стайла. А бежевый интерьер будет требовать розетки 220 вольт. Но я думаю, что те, кто покупает бежевый интерьер, будут совершенно не против. Не успели выпустить машину, а уже начали ее упрощать. В середине декабря у нас уберут подсветку в ногах задних пассажиров, а также традиционно уберут лампочку из багажника. Ну, честно, Шкода, блин, ну зачем? Я этого просто не понимаю. Не успели машину выпустить. Уже лампочку в багажнике убираете. Ну вот, наверное, и все значимые изменения, о которых мне хотелось сказать. Очень ждем живую Октавию. Надеюсь, вот-вот она там приедет к нам, мы ее возьмем на тест. Ну, если не вот-вот, то в начале ноября я, естественно, для вас все сниму, расскажу, сам потрогаю и подробно доложу. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. С вами был Евгений Слоев. До новых встреч. Пока.